В-третьих, это невиданные ранее гонения на религию. Они проводились в несколько этапов. Жуткие расправы над священниками, сносы храмов и разграбления церковного имущества сменились некоторым затишьям. В годы Великой Отечественной войны, в час наибольших испытаний, народ обратился к церкви, гонимой, отверженной советским государством. Но затем при Хрущеве началась новая волна борьбы с опиумом для народа. Власти обещали показать по телевизору последнего попа, а люди продолжали тайно крести детей и красить на Пасху яйца. Все это не могло не сказаться на образовании пропасти, недопонимания между людьми и правящей тогда партией. Духовный кризис, такое определение этому процессу ведут уже в конце существования советского строя. Это написано на страницах государственного СМИ. И обелить эти преступления коммунизма вы не сможете никогда. А именно они лежат в основе не предательства, а другого свободного выбора людей. Сегодня Гигинга и Дукевич и Марзалюк эмоционально истекают в пропаганде о предателях. В том, что они творили, я их тоже не оправдываю, но история образованных людей ничему не научила. В противном случае они бы предугадали август 2020 и предотвратили. Но давайте о предателях подробнее.